Алексей Степанович Келин Преславная полтавская Виктория 27 июня 1709 года несколько затмила героическую оборону самого города, несправедливо отодвинув ее героев на второй план. Между тем, эта трехмесячная эпопея сыграла огромную роль в разгроме шведских войск. В памяти потомков всегда будет жить подвиг мужественного коменданта Полтавы Алексея Степановича Келина и защитников города, с честью выдержавших тяжелейшую осаду многократно превосходивших сил шведской армии. К сожалению, дата рождения Алексея Келина неизвестна. Мы знаем лишь, что будущий герой Полтавы был потомком царских сокольничьих и родился в семье майора Стрелецкого войска. В конце XVII века он имел старший офицерский чин, а в годы Северной войны был уже человек, преклонный летами. В 1702 году, находясь в чине полковника, Келин получил под свое командование пехотный полк, который доблестно дрался со шведами в Прибалтике, отличился при взятии Нотебурга, Нейншанса, Дерпта и Нарвы. В декабре 1708 года Алексей Келин был назначен Петром I комендантом Полтавы. «Степаныч один крепости стоит!» – так отозвался о нем государь. Гарнизон города к началу шведской осады насчитывал три полка, усиленных вооруженными горожанами и тремя десятками пушек. Противостояли ему девять пехотных полков, выделенных Карлом XII для взятия города. На первый взгляд, ни гарнизон Полтавы, ни его укреплений не представляли серьезные угрозы для шведов, в три раза превосходивших силы русских. Но, как нередко бывало в нашей истории, героизм защитников крепости уравновесил силы. 1 апреля 1709 года шведы начали осаду Полтавы. Яростные атаки следовали одна за другой, всякий раз, разбиваясь об мужество полтавского гарнизона и твердость его коменданта. Полковник Келлин занял активную оборону, призванную измотать численно превосходившего противника. Дерзкими вылазками, смелыми контратаками и частыми диверсиями русские солдаты заставляли шведов находиться в постоянном напряжении и нести большие потери. Защитники крепости разгоняли рабочие команды, разрушали шведские инженерные и саперные сооружения и постоянно укрепляли собственные бастионы и валы. За время осады из крепости было предпринято более 30 боевых вылазок, принесших шведам немало неприятностей. Отрезанный от русской армии, Келлин в тяжелые месяцы осады проявлял лучшие качества русского офицера, отчаянную храбрость, мужество, распорядительность и энергию. На неоднократные предложения сдать город он отвечал решительным отказом. «Тщетная ваша похвальба! Побить всех не в вашей воле состоит, но в воле Божией, потому что всяк оборонять и защищать себя умеет», писал Келлин шведам. Русское командование высоко оценило действия Келлина. Меньшиков докладывал государю, «А он и комендант при помощи Божией добро и отпор чинит». Карл XII был вне себя от ярости. Непобедимый русский полковник не давал спокойно спать ни ему, ни его генералам, которые так и не смогли сломить мужество и волю русского гарнизона. 87 дней полковник Келлин и вверенные ему солдаты и жители города удерживали шведскую армию. Гарнизон Полтавы нес большие потери. Боеприпасов не хватало. Пушки вместо ядер приходилось заряжать обломками железа и камнями. Всего защитники крепости отразили 30 сильнейших атак противника. Последняя атака шведов на крепость, начавшаяся к вечеру 21 июня, продолжалась всю ночь. Бой не утихал и в продолжении следующего дня. Готовясь к генеральному сражению, Карл отдал приказ во что бы то ни стало взять город. Шведское командование бросило на крепостные валы несколько тысяч солдат и офицеров. «Начался паки штурм при ужасной», – вспоминали очевидцы. Жители полтавские все были на валу. Весь вал кровью был облит и мертвых тел наполнен. И вот после очередной неудачи шведский король снял осаду Полтавы. На подступах к Полтаве шведы только убитыми потеряли более 6 тысяч человек, что составляло почти пятую часть армии Карла XII. Множество их, в том числе и сам король, были ранены в период осады. Потери русских составили три тысячи убитыми и ранеными. 28 июня 1709 года, на следующий день после блистательной победы в Полтавской битве, Петр I в сопровождении генералитета торжественно проследовал крепости. В знак глубокой признательности полковнику Келину государь сошел с коня, снял перед ним шляпу и, рассыловав его, сказал следующие слова. «Почтенная голова, совершившая преславный подвиг, надежда моя на тебя не обманула меня». За героическую оборону Полтавы Келин был удостоен одной из высших на тот момент наград – государево портрета, осыпанного бриллиантами. Кроме того, мужественный комендант был произведен в генерал-майоры и пожалован немалую суммой денег. А в 1711 году, по личному указу царя, Келин был назначен комендантом Азова. Закончил свою службу Отечеству мужественный русский офицер в 1715 году, скончавшись за шесть лет до победоносного окончания Северной войны. В 1909 году к 200-летию Полтавской битвы именем доблестного коменданта в Полтаве был назван Келинский проспект. На месте, где происходили последние и самые ожесточенные бои со шведами, в присутствии императора Николая II был открыт памятник коменданту крепости полковнику Келину и ее мужественным защитникам. Бронзовый, российский двуглавый орел, гордо распростерший свои победоносные крылья, торжествующий над фигурой разъяренного льва, венчал памятник, окруженный цепью и чугунными ядрами. Однако после революции Келинский проспект был переименован в Первомайский, а с величественного памятника был демонтирован царский орел. Современную Полтаву украшает копия этого монумента, к сожалению, по-прежнему лишенного русского двуглавого орла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова